Здравствуйте, ребята! Продолжаем заниматься подготовкой деталей к малярке. И пока сохнет наш герметик, как вы думаете? Конечно, он здесь же сохнет. Я займусь пока крылом. Значит, сейчас крыло я буду мотовать либо 0,04 на сухо, либо 0,08 на мокрую. Сейчас мы его замотуем полностью, подсушим, если это будет на мокрое. Зашпаклюем вот этот стыд. Вот этот стыд, потому что я уже говорил, люди почему-то так как-то неровно дышат вот этим всем маркировочкам. Да и мне, если честно, это не нравится. Это какая-то лажа. Пахнет Тайванем, а мне это не нравится. Напомню, черный герметик мне нравится, черный грунт мне нравится намного больше. Это производитель Тон Янг, а Симья это, конечно, говнище. Это лично мое мнение, если не согласны, пишите в комментариях. Итак, насчет крыла. Продолжаем работать, оставайтесь с нами. Начал я тереть, ребята, 400-й насухо, вот с подложкой, такая вот бумажка. Я показывал их в прошлом видео. Значит, ребята, начал я тереть и вспомнил, почему я не люблю это дело. Потому что, смотрите, во-первых, сейчас все руки будут вот в этом черном непонятном грунте. Потом весь гараж будет в грунте, весь материал будет в грунте. И когда я начну работать краскопультом, вот эта вся пыль поднимется и будет ложиться на нашу деталь. Значит, вот, смотрите, да, разница какая. Вот, мотуем, вот, мотуется деталь так вот просто от руки. Не надо там брусков. Бруски нам нужны будут на капоте и так далее. Вот, если просто замотовать, можно матовать просто 400-й с подложкой. Вот, и убираем вот этот глянец. Вот это еще недостаточное матование для грунта, потому что глянец, еще вот эти риски глянца, вот это не замотованная деталь до конца. Поэтому, ребята, как всегда используем ведро. Вот замочил я 800-ю шкурочку в водичке. Сейчас я на нее положу брусочек и начну шлифовочку. И будет меньше пыли, меньше грязи и меньше всего вот этого прочего неприятного. Да, на столик, когда мотуем, точно так же будет, когда капот, я ложу тряпку, дабы вот об сам стол не поцарапать деталь, не погнуть и так далее. Смотрим дальше. Продолжаем работать, ребята. Замотовал я крыло. Значит, вот так вот получилось. Вот это я считаю хорошо. Замотованная деталь под грунт. Нигде не видно глянца, нигде не просвечивается глянец. Все хорошо. Ну, где есть протиры, ничего страшного. Все равно будем перетирать это все, перекрывать герметиком эпоксидным, грунтом вернее. Вот, в принципе, протиров получилось немного. Почему я мотую? Почему я мотую? Вот здесь вот немножечко недомотовано, видите, да? Вот, немножечко здесь глянец гуляет, видно его. Но я скажу, это внутренняя часть. Главная поверхность, внутренней поверхности крыла, это крыло вот до вот этой части, потому что оно просматривается за фарой. Вот эта часть, потому что она к агрессивной среде больше. И вот эта часть по канту, потому что эта часть тоже здесь кожух, здесь постоянно трется, пыль, грязь. Здесь будет какая-то неприятность. Ну и здесь, как мы видели в прошлых видео, здесь собираются листья, чтобы здесь была повышенная коррозионная стойкость. Ну и тут немножечко так вот, ну где уже не зашкуришь ввиду сложности этих всех, там уже так и будет. Вот, вот так вот получилось. Где-то там какое-то небольшое пятнышко, это, я думаю, ничего страшного с ним не будет. Где протер там до металла, где прочее. Потом особое внимание надо уделить вот этой зоне, которая будет стыковаться к лонжерону, к нашему местам крепления винтов. Ну и в принципе крыло готово к грунтованию. Но грунтовать я его буду вместе с капотом, который еще пока не высох. Пока займусь, наверное, по шкурю, подготовлю, зашлифую, заматую петли капота. Ну и смотрим дальше. Оставайтесь с нами, оставайтесь на канале, ставьте лайк. Здравствуйте, ребята. Продолжаем работать над капотом. Значит, капот я уже заматовал. Матую с внутренней части сначала. Значит, секреты матования такие. Матуем изнутри, поднимаясь наружу, дабы не сыпался отработанный материал, не сыпался нам сверху вниз и не прикрывал нам риску. Мы матуем снизу, вверх матуем. Так как площади здесь большие, матую машинкой, круг 150, шлифшкурка 320. Машинное шлифование, оно всегда риска немножко больше, поэтому можно брать шлифок, шлифшкурку больше градаций. То есть на машинную 320, на большие площадя вот здесь вот. Значит, труднодоступных местах 320 на мягкой подложке. Вот такая вот, это вот эти ребра, углы, вот эти все и так далее. И на ровных плоскостях дотираем 400, где там нам надо. Также использовал обычную 400 и обычную 320. Сначала обрабатываем 320, перекрываем 400. В принципе, по-хорошему может и 320 хватить. Ну, кто кому как нравится. У меня 400 просто больше, чем 320, поэтому вырабатываю их равномерно. Значит, зашпаклевал я название конторы. Вот этот стыд, который указывает на том, что капот тайваньского производства ни о чем больше не будет нам это напоминать. Сейчас я это все окончательно зашкурю. Вот, перевернем капот. Здесь у нас уже герметик подсох. Выглядит он по-заводскому вполне, никаких вопросов ни у кого никогда не будет. Капот замотован и, в принципе, с этой стороны вот сейчас закроем, перекрою шкуркой вот эту шпаклевку и переворачиваем на другую сторону. Там будем в основном работать машинкой, потому что площади большие и это проще будет и быстрее. Предпочитаю работать, конечно, у меня есть и электромашинка, и пневмомашинка. Пневмомашинкой предпочитаю работать больше, потому что от нее меньше пыли. Пыль оседает легких, никому это не надо и здоровья потом не купишь. Все, работаем дальше, продолжаем смотреть. Итак, перевернули капот. Смотрим, напоминаю о том, что здесь есть косячки по поверхности наружной, особенно вот в этой зоне у нас. В залом, вследствие удара или транспортировки. Вот его видно. Вот этот заломчик его видно. Сейчас я его зашкурю бруском, наверное, 320 на брусок. Потом будем здесь, я жирно уделю этому месту при грунтовании. Вторичным грунтом, акриловым покрою жирно, чтобы не наносить шпаклевку. Так проще, поверьте, ребята. И машинным способом, наверное, машинкой зашлифую вот эту поверхность всю 320 машинкой под грунт. Шлифуем под грунт. Значит, особое внимание потом придется после машинки уделить вот этим местам под кантиками, куда машинка не залезет, либо куда сделает большие риски, которые мы потом не перекроем. Оставайтесь с нами, оставайтесь на канале, работаем дальше. Продолжаем работать. Замотовали капот с двух сторон. Подвесил я его на вот такие вот стяжки. Сейчас он будет у меня грунтоваться. Вот здесь вот у нас зашпаклевано название, напомню. Вот так вот он получился снаружи. В принципе, неплохо. Перетер я его машинкой. Где какие дела, затер брусочком и шлифшкуркой. Немножко есть протиры, но это ничего страшного. Сейчас два слоя грунта мокрый по мокрому. Первый слой будет у нас эпоксидный двухкомпонентный грунт. Второй слой будет двухкомпонентный акриловый грунт. Точно так же я подвесил крылышко. Крыло тоже готово к покраске. Вот, ребята, крыло. Как я и обещал, тут я зашпаклевал все эти названия. Я говорю, люди нервничают, почему-то не любят это дело. Ну, зашпаклевал, все красиво. Сейчас мы его загрунтуем. Уделим особое внимание внутренним плоскостям. Так как это наша коррозионная стойкость. И вот этим ребрам. Будем грунтовать жирными слоями. Вот это у нас будет наружная часть. Ну, достаточно. Тут сейчас пыль протрется. Оно еще не вытиралось. Ничего. Сейчас мы будем его обезжиривать. И точно так же у нас готовы к покраске петли. Петли также подвешены. Немножко их замотовал 320. В принципе, ничего нового вы не увидите. Немножко мотуем. Красятся они, будут грунтоваться точно так же в два слоя. Единственное, слой у них будет поменьше. Грунтуются петли в открытом состоянии. Все, продолжаем работать. Сейчас буду по ходу грунтовки. Наверное, после первого слоя сниму видео. И после второго тоже. Оставайтесь с нами. Итак, ребята, перекрыл я крыло. Вот таким вот нежирным на просвет слоем красится внутренняя полость. Наружную полость можно покрасить немножечко жирнее. Вот получается вот так. Вот получается вот так. Запомним, красим мы мокрым по мокрому. То есть сейчас какое-то ожидание. Кстати, натовская подставка. Натовская военная разработка. Сейчас прошелся липкой салфеткой наш капот. И начинаю грунтовать капот. Грунтуем снизу вверх, чтобы пыл, который падал вниз, он нам не перекрывал слои. Потом не было бугров. Все. Грунтуем сначала внутреннюю полость, потом перекрываем наружную. Продолжаем работать. Процесс продолжается. Погрунтовали двухкомпонентным эвоксидным. Залили. Красится он нежирным слоем, тоненьким. Относительно. Когда-нибудь поговорим об этом. Значит получается вот так. Значит смотрите, ребята. Вот это идет системы мокрым по мокрому. Поэтому сейчас даем ее на отдышку минут 10-15. Но сейчас не очень, конечно, тепло. Вот. И начинаем красить второй слой. Петли я тоже на остатках уже на парах задул. Вот. Ну получается неплохо, конечно. И так сейчас мешаем акриловый грунт. И продолжаем красить. Что ж, ребята. С пылу, с жару. Погрунтовали мы бампер. Ой, устал уже капот. Крыло. Акриловым герметиком. Вот так получилось. С одной стороны, с другой стороны. Ну в принципе я не знаю, что там камера передаст, не передаст. Вот здесь я вот этот уголок нанес пожирнее. Вроде бы так вот. Должно перекрыть оно его. Вот крыло. Вот это все дело мы загрунтовали. В общем, ребята, все. На сегодня все. Надо отдыхать. Надо отдыхать. Я думаю, с задачей мы справились. Сейчас включаю печку. И начинаю все это сушить. Все. Всего хорошего. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Дальше будет интересней.